как давно вы впервые взяли в руки палочку высшего заведения музыкального кирове нет можно и без него но произведения будут звучать по-разному если место импровизации хорошо я нашел ноты они не подходят не люди экспрессивные не надо из пиджака вылезать как люди которые сидят с инструментами глядят на инструменты как они понимают что делать на бумаге написано скрипки слева виолончели справа ну привет милые зрители в эфире первого городского проект в моменте студии роман корнеев ведущий и сегодня момент очень музыкальный вернее музыка будет но музыка будет исключительно на фоне исключительно в моей голове и в ваших головах дорогие зрители поскольку сегодня в гостях я прошу пять крупным планом человек который более 20 лет руководит просто прекраснейшим коллективом вятской филармонии коллектив народных инструментов александр николаевич у нас сегодня в гостях александр николаевич чубаров александр чубаров главный дирижер вятского оркестра русских народных инструментов имени шаляпина александр николаевич параллельно руководит оркестром народных инструментов кировском колледже музыкального искусства имени казенина заслуженный артист россии как давно вы впервые взяли в руки палочку или это вообще палочка называется дирижерскую палочку да но это было очень давно это я еще когда учился в училище тогда впервые взял музыкальном училище это было кстати на украине в городе чернигове и также как все студенты студенты народники мы так называем друг друга себя называем то у нас был предмет дирижирования и мы выходили на третьем на четвертом курсе дирижировали оркестром сдавали государственный экзамен по дирижированию это было так сейчас поднапрячься семьдесят четвертом году это еще было другое государство совершенно верно да так а то есть вы поступали изначально не на дирижирование нет на какой класс я поступал потом уже после окончания училища в по баяну и училище заканчивался как бы заканчивал как баянист но что-то произошло в какой момент вы поняли что баян это конечно хорошо но я хочу быть дирижером желание быть руководителем желание быть главным или в этом есть какая-то магия как это ну моем случае наверно просто так жизнь как бы так случайно получилось может быть иное желание как конечно и было я сейчас уже не помню но когда я пришел на работу в кировске тогда училище кировское музыкальное училище по распределению мы с женой вместе она мне родом из кирова вот мы вместе приехали по распределению так скажем в киров кировское музыкальное училище и я как преподаватель баянист начал работать но потом через года два или три как-то там стал вопрос нужен ну или менялся руководитель я сейчас уже честно говоря я не помню и я стал руководителем оркестра сначала оркестра баянов а потом через там может быть год-два не доверили работу с оркестром народных инструментов то есть это уже представляете вот вы сказали что 20 лет на самом деле в кирове я с оркестром работы уже 40 лет с точки зрения обывателя который приходит впервые да на концерт оркестра он видит дирижер он понятно там увидит инструменты ему непонятно что происходит вот для меня всегда было такое чем занимается дирижер как люди которые сидят с инструментами глядят на инструменты как они понимают что делать то есть большому счету это движение которых сло какая-то логика есть но я как зритель не улавливаю как и как люди понимают что что вы им говорите что это же не это язык особенный нет ну это да тут много много составляющих но дело в том что в оркестре сидят люди которые тоже уже не один год а кто-то 20 кто-то 30 кто-то 10 кто-то 5 но они профессионалы то есть они занимают они музыканты они играют на инструментах они владеют своими инструментами и они знают что я буду сейчас делать вернее но они понимают понимают если они понимают вас они могут быть без вас получается конечно да но это будет получается дирижер он по большому счету можно и без него да можно но это будет совершенно другое произведение совершенно другая музыка и часто она ну не будет не принесет того результата исполнения музыкантов он будет немножко представляете вот 40 каждый по-своему если ну каждый по-своему будет и играть они могут играть в разных темпах кстати ну даже договорятся есть между прочим великолепный фильм у филини репетиции оркестра вот если будет возможность я и зрителям рекомендую и и вам тоже просто посмотреть это феноменальное просто по психологическому такому подходу и вот ответ на тот вопрос зачем нужен дирижер что он делает если место во время по исполнения произведения при дирижере да если место импровизации какой-либо да 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 есть если это какой-то небольшой эпизод в котором занят наряду с оркестром до занят один человек этом как бы солист вот да ему дается я не могу так сказать ему все свои чувства личность этой конкретной личности этому исполнителю все внушить передать там мало того музыкант который играет это соло это как бывает часто очень эрудированный музыкант очень профессионал высокого уровня и в данном случае я могу согласиться с тем что он предлагает разные музыканты используя свои инструменты играют на одном и том же инструменте разные музыканты могут играть по-разному и зачастую играть как я понимаю да разные дирижеры у всех разные подходы абсолютно то есть один и тот же коллектив при двух разных дирижерах может сыграть абсолютно раз абсолютно не абсолютно слово мне не неправильное наверное будет но произведения будут звучать по-разному мало того если я сегодня сделал какое-то произведение и вернулся к нему через два-три месяца поверьте там через год или полгода поверьте что это может быть тоже уже другое произведение мы с вами разговариваем вы очень спокойный человек да никуда не торопящийся но когда смотришь на сцену вообще ну большинство дирижеров дирижеров они люди экспрессивные вы такой же экспрессивный на сцене ну трудно сказать надо смотреть со стороны меня но я больше знаете такой придерживаюсь ну скупости что ли в дирижировании таком манеры дирижирования когда не надо из пиджака вылезать у каждой как бы свои средства для достижения цели у каждого главное чтобы зрители которые слушают они действительно им нравилось они с удовольствием это делали они видели что выразительности оркестра ну фиртуозность там и так далее какие-то вещи которые им нравятся обращал внимание на то что когда выходит дирижер и коллектив работает с солистом дирижер здоровается только солистом жмет ему руку и делать это в концерт бываешь у неоднократно вот такой ну интересная деталь которая так а остальные солисты или концерт месте или концерт месте вот это как как правило да такой ритуал особый когда дирижеры выходят вот греш грешок у меня такой есть я это не всегда делаю со сыном как-то вот мы настолько дружно живем хотя это такая ритуал где который надо делать независимо от того что было до это было ли репет не было новый коллектив ли это свой коллектив да ну у меня есть такой грешок какие еще есть ритуалы вы знаете есть анекдот на этот счет был выдающийся дирижер это анекдот наверно так я думаю что на самом деле не было но выдающийся дирижер все в мировая известность выходил на дирижерский становился за дирижерский пульт так вот перед концертом доставал записочку читал ее клал обратно и феноменально всегда с огромным успехом проходили по проходили концерты но вот этот дирижер умирает а никто не знал что же там написано да и вот все мужиканты решились заглянуть вынимают эту записочку на бумаге написано скрипки слева виолончели справа часто ли у вас меняется вообще к приходит и уходят люди как я понимаю муниципальный коллектив который там много лет и это это редкость сейчас это не муницип не это раньше у нас мы одно время да был муниципальный действительно принадлежали так сказать коллектив в рамках городского управления культуры подчинялся в общем это был да действительно муниципальный до 2008 года с 2008 году такое было там совместное коллективное решение принято меня тогда у нас департамент культуры кировской области о том чтобы взять коллективы и оркестр народных инструментов и оркестр симфонические в филармонию тогда было много очень сомневающихся как и в этом среди чиновников так и руководство филармонии но жизнь показала что все было сделано правильно коллективом стала работать конечно же легче есть свой зал есть стены есть и порепетировать и так далее вот это было правильное решение в случае ухода музыканта где вы берете замену но по-разному тоже в это кастинг это объявление в газете это хотелось бы так что было но пока жизнь у нас немножко другая к сожалению вот кировская область чем это не только наверное я говорю это многие могут говорить и в сфере образования в сфере медицины скорее всего это так наиболее способные ребята после окончания музыкального училища у нас высшего заведения музыкального кирове нет консерватории нет поэтому люди у наши лучшие ребята похищает в нижний новгород пермь санкт-петербург казани москва и к сожалению там и остаются а вообще большой ли коллектив сколько всего 40 человек 40 человек 40 человек довольно большой для оркестра народных инструментов довольно большой а сколько всего инструментов основная группа это домры у нас вторая группа группа баллаек духовые инструменты их у нас в конкретном нашем оркестре две флейты и габой 5 баянов и ударные инструменты я попас баллайка она в баллайках да это я называю группы в которые вы допустим баллайка это как бы баллайка прямо секунда альт есть бас и контрабас да это благодаря нашему гениальному соотечественнику василию васильевичу андрееву я думаю что вот хотя бы ну чуть-чуть мы должны об этом вспомнить потому что этот человек который всю жизнь свою посвятил на созданию оркестра и а мы еще один с вами инструмент забыли потрясающий который девушка у нас сидит перед прямо перед дирижером это гусли 40 человек да это бы туда большой коллектив есть у вас такая такой элемент как вот и проведу аналогию в театрах драматических да в малых есть феномен прим то есть есть люди которые играют давно есть люди которые то есть есть в каждом театре есть своя прима или еще которые работают очень давно и все знают что особый подход там вот этот расшаркивание все знают что если дать ему роль поменьше он обидится вот такой вот у нас есть у нас не у нас почему есть но это немножко понятия чуть-чуть другие в нашем если как то что касается коллектива есть да действительно лидеры вот но это не немножко не то что вы имеете ввиду но все равно же это взаимоотношение три коллектива это же такая тонкая очень тонкая как в любом это да это так как в любом коллективе ответ на ваш вопрос вы вернемся немножко да вы спрашивали вот что там зачем дирижер но вот может быть не только вы наверное многие тоже не подозревают что выйти на репетицию продириживать а тем более на концерт это самое простое честно говоря а начинается все от того что надо решить придумать что ты будешь играть ну какой репертуар да что вот следующий концерт что мы будем играть придумал что будет такая программа надо ноты найти если для симфонического оркестра который существует уже больше трехсот лет там огромная библиотека все проверено все уже столетиями все отрегулировано мало того там визит всегда практически унифицированный состав у нас в россии на сегодняшний день для народных оркестров к сожалению такого нет зафиксировано что ли у всех разные условия вот кирове 40 человек в белгороде 60 оркестр имени осипова москва у них 80 человек естественно набор инструментов совершенно везде разные и в этом сложность вот работы народного оркестра потому что надо ну хорошо я нашел ноты они не подходят это у меня две флейта а там как бы на пусть инфлейт условно да приходится значит перелопатить все это приспособить к нашему оркестру хорошо разложил я ноты надо их выучить да это надо репетировать но прежде чем ремня репетировать оркестр мне же естественно надо сначала самому это все изучить проверить правильно ли там все сходится ли с тем что написать каждому каждому музыканту это еще раз в симфоническом оркестре это все уже столетиями так сказать отрегулировать и все есть уже в интернете можно скачать партии оркестру каждому оркестровые голоса так каждый раз заново писать произведение практически да в общем это огромная масса времени подготовительной работы просто она невероятно большая да а вышел уже когда все есть это уже как бы а если звание удиоту народный заслуженный да конечно как у всех у любого у вас есть звание заслуженный артист россии в 2006 году получил а есть еще выше народный ответ когда вы получаете народного я искренне желающий давайте ближайшие пару лет какие вас планы начнем наверное с ближайших да вот ближайший февраль у нас на носу грандиозные планы на феврале у нас самое первое это отметить юбилей 150-летие со дня рождения великого нашего певца артиста музыканта федора ивановича шаляпина у нас оркестра носит имя шаляпина и конечно сам бог велел чтобы мы это но мы ежегодно мы такие концерты в именно феврале и проводим к его дню рождения но этот год особый 150 лет со дня рождения и 9 февраля мы проводим такой очередной концерт у нас в гостях великолепный бас это вот один из лучших артистов сейчас в россии и этого жанра артист певец алексей тихомиров заслуженный артист татарстана дальше мы в 15 февраля мы идем в гости в школу номер 25 это чистые пруды нашелся там тоже энтузиаст который пригласил и с тем чтобы вы выступили для детей у нас там два концерта для детей которые мы назвали из цикла не скучные уроки и у нас были дети именно этой школы да да нет для детей именно школы концерт будет школе и затем у нас очень интересное событие она тоже будет приурочена к 150-летию со дня рождения шаляпина концерт будет в куменах девятнадцатого февраля в 12 часов тоже хорошо слышат друзья если 19 числа ничего не планируете у вас и уже есть планы куда сходить может пропустить такое но нельзя что еще ждет какие концерты будут феврале в ближайшее время для уже для кировского зрителя который ну для кировского у нас в конце февраля сказка для детей царевна лягушка музыка современного композитора очень приятно сегодня пообщаться познакомиться погрузиться в жизнь хоть чуть-чуть посмотреть как это происходит изнутри глазами дирижера александр николаевич чубаров заслужен народный дирижер в ближайшем будущем служебный артист на служебе артист но в ближайшем будущем народный артист россии я искренне надеюсь что ближайший год-два его поздравлю с этим званием спасибо спасибо вам момент